Так, ребята, всем привет. Это вторая партия матча Перелогин-Капустин. Да, и любимый каракан Артёма на доске. Конь Е4. Скажу честно, это мой самый нелюбимый дебют. Мне кажется, что здесь настолько тухлое, что можно умереть. Ну и в 3-то просто надо играть белым и более-менее живым. И 5 там тоже весело. Как? И 5. И 5? Да, ну 3-м ходом закрытая система. Так, ну это, видимо, теория. Ну, ну да. Вы именили белопольника. Уже есть линейаж у нас. Слон Д6, да, можно, например. Ну, видимо, Артём знает здесь. Артём готовился. У Слон Д6 надо. Всё-таки конкретный ход. Слон Д6 заманчиво, согласен. Да, и вынудить ФЖ. Хотя, два слона, не знаю. Конь С6. СД, наверное. О, ДЦ. Ну, Георгий ещё быстрее, чем Артём играет. Удивительно. Ну, Ферзи-то не будут менять, надеюсь, Шахматист. Ты уверен? Ферзь А5 вполне себе. Хороший ход был. Ферзь А7. Ну вот, как-то это сомнительно, нет? Да, Ферзь А3 явно не проходит. Может быть, он... А, вот Три хочется. У Ладяда 8? А нет, у Ладяда 8 не хочется играть. По-моему, ребята не используют время. Смём. У Ладяда 8 не очень хочется. Хотелось Три Ноля сыграть. Не, не хотелось абсолютно. По 2-0, король чёрных себя хорошо чувствует. А Ладян Д8 с темпом. Так, вот, может быть, знаешь, какая идея появилась? Вот смотри, король белых, он не может сейчас в длину уйти. А в короткую, тогда там линиаж. И, может быть, такое положение королей в чёрном выгоднее, чем в белом. Знаешь, нужно коня провести на Ж4. И, по-моему, просто огромный перевес у чёрных. Да, вот такие идеи с пункта можно. Ну, а что на конь Ж4 делать? Конь Ж4, да, сильно. Конь Ж4, не знаю даже, что продолжить. Ну, вот, кстати, наверное, готовят конь Ж4. Ну, ферзь Е5, ну, как-то. Словом, Е2 можно просто. Не, ну, даже не смотрится ферзь Е5. Ну знаешь, напал на пешку С5. Ну, такая пешка, очень важно мне напасть. Ну а почему нет? Не знаю, съел, съел. Неужели белые пойдут в 2-0 в этой партии? Да. Размена, размен, упрощается позиция. Да, но в 2-0 не очень хочется идти. Уже 15 ходов короли не рокированы. Ну, это интересно. Ну, 2-0. За белых? Ну, наверное, атаки нету, как король Е7 издаваться. Я не вижу атаки. Ну, вот тоже 2-0. Ну, я бы в жизни не отдавали ни раши. Ну, другой стороны, не было прямого плана. Я пошел бы король Е7, молодежь, 7, молодежь, 8. Ну, Никита бы тебя не похвалил бы. Ну, коням нужно привести на Е5, нет? Почему? Почему не конь Е5? На Б7 висел. Ну и что? Там, по-моему, уже ладья Б8. Ну, Артем не захотел давать. Ладья Б8, что? Ферс держит, но ТБ2. А, точно. Ну, за ладью Б8. А можно было ладью перевести красиво через по 5-й, нет? Нет, нету полей на линии Д таких. Как это? На линии Аш есть поле? Да, на линии Д нет поле. Ну, вот конь пришел на Е5 и грозит неприятный конь В3. По-моему, сейчас все поменяется и будет полтора на пол пользу. Аблинистраторов? Да. Хотя на ладья Д7 есть промежуток конь В3. Испортить структуру. А, да. Согласен. Может быть пассивно в Солне 2? Два белых. Так, в Солне 2. Ну, не то чтобы пассивно, хороший ход. Так, ну вот контур-дар. Ну, на Ф3-то можно взять, да. Структуру против. Сеть ладья на Д7 и ферзь конь В3, ЖФ. И, например, на конь Е4 ладья Д7. Это, кстати, тонкая ловушка от Георгия. Сейчас Артему придется потратить время. Ну, можно конь пьет Е4 пойти. Но конь В3 заманчиво. Да, конь В3 очень хочется пойти. Так, и вот она позиция, смотрите. Да, ферзь Т7. Ферзь Т7 есть, да. Да, любопытная идея, но не срастает самая. Чуть-чуть. Выгодно это черным. Вот это такая позиция. Так, ну у нас по материалу... Ну, король белых чувствует себя очень неуютно. Ну, не сказал бы я выигранным. Что здесь выиграно у черных? Надо доказывать. Наверное, небольшой перевязь есть. Может быть, коня на Ж5 в белом поставить? Вообще, белые могут конь в 6 пойти. Размены им выгодны. Да или можно просто конь Ж3. Конь Ж3. Ну, конь Ф4 придет. Не очень хорошо. Ну, а поменя... А, кстати, смотри, есть идея поменяться. Пойти король Ж1, ладья Ж1. Да, но Георгий не меняет фигуры. Ну и правильно, нет? Правильно. Ну, с какой... Может, какой-то конь Е6? Конь Д5, конь Ф4 может быть. Не, ну, конь Е6 это... Это не туда. А вот это что такое? Это напали на коня и на пешку. А как это защищать? Да, конкретный ход. Если конь Е4, а с идеей конь Ф6, ладья Д7. Конь Е4 опять спасает. Да, конь Е4. Конь Е4, ФЕ. Верси Ж4, король Х1. Нет, можно в Ферси Е4 пойти. Да, по-моему, у Черной хороший перевес. Ну, белые все меняют. Не могут его, по-моему, Черной реализовать. Вот еще нужно все найти. Конечно. Тем временем партия на Беншпин. Вот Артем, по-моему, недостаточно жестко играет. Перевес у него был по дебюту. Так, что это такое? Ну, не нашел конь Е4. Или конь Е4 не проходило. Другая идея, просто защитить коня. Конь H7, нет? Что? Конь H7 зачеранных. Побили на H7. А, не, побили ферзя просто. Ферзь весела. А, точно. Ферзь весела. Так. Ну, не меняется, Артем. Может быть, стоит F4, нет? Пока дают. F4. Ну, ферзь Е4. Какое-то ослабление. Не знаю, зачем. Ну, нету плана игры. Ни у того, ни у другого, в принципе. Ну, тут план есть. Ну, игра и понятно идет. У белых есть слабости. Черные на них нападают. Белые защищают. Ну, в АД-1 надо сыграть. Ладея просто на линеев делать нечего. E5. Тут не надо играть шабанно. Вот F4 не очень мне нравится ход. Потому что E5? Возможно, E5. Так, Конь H6. Ну, да, Конь идет на D5. И нападаем на F4 еще раз. Ну, как вот? Эту пешку уже не защитить, по-моему. Не, ну, можно Ладея D1, Ладея D4, например. Ну, это, по-моему, суматоха какая-то, нет? Или король G2, король G3. Или так. А в чем у Диев 3? Диев 3, сейчас Георгий на противостреет. По-моему, Георгий загнулся, нет? Есть у меня отозрение. После коня в 4, коня 2 еще грозит. Вот коня в 4, коня 2 конкретная угроза. Артем сейчас сушит просто, и Георгий на такую тихую игру не понимает, мне кажется. Петь, ну, коня в 4, партия заканчивается, согласен со мной? Партия не заканчивается, просто появляются угрозы кони 2. Коня в 3 еще где-то вариант. Ну, коня в 3 отошли. Так, чем думает Артем? Не можем мы в голову Артему залезть. А тем взять ли пешку или не взять пешку? Вот с интернетом что-то, или он подруга написал, не знаю. Подруга написала. Ну, взял, по-моему, на ней. А, нет. А, он думает, версия в 4 или коня в 4. Конечно же коня. Да, но это для нас... Да, взял коня, коня. А для Артема это не ясно. А Никита по фржам пробил. Сказал бы, что бенш прибыл выкатал. Ну, вообще конем, конечно. У белых плохое положение короля. По-моему, в 3 ход вообще не туда. Зачем в 3 нужно было уходить? Ну, не нашел защитных идей, которые мы с тобой будем. А-а-а. Смотрись, какая идея забавная. Можно пойти в ферзь h3. Ну, напасть на мат. Ну, это не только на мат же мы нападали. Мы нападали на коня, на g3. Ну, там размин шел. Ну, да, в бенш прибыл перешли и... Вообще не отходить вернем с той же идеей. Так... Ну, ладно... Да пора же Владюс включать, Артем. Знаешь, как есть идея? Можно пойти в f6, король f7, кладь h8. Ну... Ну, там ферзь, наверное, на 2 станет, там будет шла хитрость. Так, ну... Стоп. Ж5. Надо было 1 до 8 ставить. Теперь как-то ферзя своего еще спрятал Артем. Коняш... Так, g6. Ну, g6, да. Теперь хочет только g7. Ну, я идея, да. Ну, и опять я ее покритикую. Ну, вот. Так, напали на ферзя. Тут без качества уже. Снова напали. А, съели качество. Ну, все, король g7 выигрывает партию. Подключил Владюс. Да, ну, вряд ли, вряд ли. А, стоп, стоп. А, да. Хотя... Хотя... Появляются идеи ферзи в 6. Смотрите, идея ферзи в 6. О, идея, точнее, ферзи в 4 и коня в 6. Над сомним ходить в 6, а это не такое простое решение. Это ослабление структуры. Ну, и да, ферзь d5. Да, но Артем решается на него. Ферзь d5 нужно играть. Ой, ферзь d4. Да, ферзь d4 сырно. Возможно... Не, ну, вечный шаг в такой позиции. Ну, ферзь d1 надо было. А, хоть можно и так. Надежно. Надежно. Грань g2. Так, ну, ферзь и конь-то сила... Ой, нет. Размена. Да, все понятно. Белый без качества и без... Безнадежно. Да, но... Георгий спасается только... Играет только ради команды. Все ясно здесь. Да, ну, вот просто побил. Ф-5. Выигранный абсолютно пешник. Ну, а что, тут две лишних? Да. А, по-моему, Георгий из тех шахматистов, которые никак не сдаются. Думаешь? Так что мы сейчас будем комментировать этот интеллектуальный эшпиль. Интереснейшая позиция. Да. Да, ну вот... Надо было игнорировать все вот эти поползновения. Ну что ж, бился Георгий обе партии, но Артем засушил. Тихо игрой переиграл обе партии. Как лев. Ну, мы не одобряем, конечно, но поддерживаем. Стоп, патовая ловушка? Патовая ловушка, которой нет. Которой нет, да. Артем долго... А, вот так вот. Ой, Артем, классик, классик шахмат. Смотрите, классическая идея. Запоминайте, пока Артем жив. Это идея хороша. 1-0, 2-0. 2-0, да. Комментаторы побеждают. Всем спасибо за внимание. До свидания.